Сейчас, наверное, петь будут. Выстроились тетки в одинаковых кофтах. Вот это они любители тут самодеятельности всякой. Сейчас они будут. Вот это. Сейчас. Можно послушать или чего тут с вами? Какие они смешные. Ну и что? Будете петь или как? Или мне не дождаться? Ребята. Ну давайте я маленько подожду, постою. Ежели они начнут петь. А может быть и не начнут. Но это как выходные, так они что-нибудь придумывают. Смотрите, тетки, вот посмотрите, если вам видно. Молодой, не одной. Ни одной. Мой тетки, молодой. Все моего возраста и старше. Это тоже вот особенность, кстати, то, что я вам говорила. Она. То, что здесь все старые. Субтитры создавал DimaTorzok. Ду-ду-ду-ру. Х��-. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я показываю вам, что я уже вернулась в Англию И вы, наверное, видите этот замечательный наш колвердаун И вот пляж такой сегодня у нас очень многолюдный Вот сегодня у нас 21 августа, средина недели Сегодня у нас очень хорошая погода, плюс 25 Единственное, что этот ветер Ветер дует Видите, вот там трепещется вот этот вот Как он называется, Господи Ну, который парашютик Вот, потому что очень сильный ветер Посмотрите также Вот я когда-то раньше, когда только приехала в Англию Не могла понять, а для чего покупают вот эти вот Такие полотнища Вот видите, все сплошь вот Не грибки стоят, а вот такие вот стенки А это вот как раз от ветра И в Англии Вот они, посмотрите, по всему пляжу Там от ветра стоят вот такие вот Загородочки, ширмочки И туда, оттуда, туда дальше все ширмочки Или палаточки Ну, потому что ветер, как вы понимаете, да? Не могла раньше понять Ну, а теперь вижу, что они действительно здесь Гораздо лучше применимы Чем какие-то зонтики Потому что солнце не яркое, не сильное Не резкое Посмотрите, какое небо чистое Абсолютно открытое И синий-синий океан Теплая вода, я попробовала Ну, вот такая же, как была на Черном море Иногда бывает здесь тоже теплая И потом, это же уже средина августа 21 августа, ну, конец, наверное, даже августа То есть, люди ловят уже последние вот такие вот теплые денечки, да? Поэтому, несмотря на то, что среда Очень много здесь англичан на пляже Не часто такое бывает А что же меня заставило так далеко ехать? Да еще в Украину отдыхать вот Ну, вы знаете Тому было, конечно, много резонов, так сказать, для меня Во-первых Самое, наверное, главное Что ко мне Это все расписали Просто, знаете Как жемчужину На самый лучший курорт Вот, как сказали Если ты слышала про Гуяльник Так это еще лучше Если ты слышала про грязь И про море То это практически то же самое Но в два раза дешевле И вот, значит, все это мне Про санаторий Сергеевку Про эти лиманы С грязями Долго-долго-долго рассказывал У моей знакомой Работал Молдаванин Он ей там помогал Ремонтировать дом Здесь у нас Молдавани Как вы знаете Молдавани Поляки Вот они приезжают на заработки Ну, и вот один из таких вот Мужчин Молдаванин Он там отдыхал много раз И он вот моей подруге Расписал Это Санаторий Санаторий Виктория Он там был Это Молдаванский санаторий Молдавский, да И он там В общем-то Себя стал чувствовать лучше Он, во-первых Был после инсульта даже И почему-то Вот он Сказал, что Ему помогло Даже после инсульта Восстановиться Помимо того, что у него были проблемы Опорно-двигательные Проблемы с позвоночником Но вот еще и инсульт он получил Микроинсульт, так скажем Но все равно Серьезное дело И он вот поехал туда В Сергеевку И смог там восстановиться Я, вы знаете, человек доверчиваю Я людям верю Если мне сказали, что там Прекрасно, замечательно Ну и потом Еще второй резон, конечно, друзья Для меня играет роль Это цена Цена вопроса Потому что Как вы понимаете Я Нищеброд Живу здесь на российскую пенсию Немножко что-то тут подрабатываю Но это все такие копейки И Сложно, так скажем Выживать Поэтому для меня, конечно Играет огромную роль Это вот Еще и бюджет Бюджетный отдых Поэтому если кто-то думает Что я живу в Англии Я такая богатенькая буратино То ничего подобного Ничуть не бывало Я очень экономлю На всем И в том числе На своем отдыхе Ну а так как я люблю Путешествовать Много То вот Решила совместить Приятное с полезным Ну и потом еще мне Естественно Сказали, что Там Лечится все это Да, сердечно-сосудистое Вот у меня давление От того, что у меня Лишний вес Избыточный У меня и давление Скачет Поэтому я решила Почему бы не попробовать И что-то даже Как-то мы тут Заговорились с моей подругой С которой вот Мы поехали туда Как раз Она сказала, что Поехали вместе Нам будет это дешевле 650 фунтов на Ой, господи Фунтов Кривен В сутки на человека Это такая дешевка 1700 рублей в день Это очень дешево И тот сервис Который там предоставляется Это стоит того И мы должны сейчас Не просто путешествовать А мы должны Заниматься своим здоровьем Оздоравливаться В нашем возрасте И поэтому Вот эти все вот Резоны Я их взяла во внимание И я решила ехать Пришлось мне сесть Вот здесь в закуточке Чтобы ветер не дул Рассказываю дальше Вот основной Все-таки, наверное, Аризон Почему я поехала В Сергеевку В Украину Это то, что Одесса я подумала Рядом Подумала, что я из Одессы Потом Поеду в Ростов Повидаю свою сестру Повидаю всех своих родственников Вот И это будет, как говорится Убить двух зайцев И вот я С такой целью Вот эти все три резона Для меня Они оказались решающими Поэтому Вот те, кто спрашивает у меня Почему именно я выбрала Вот Сергеевку И почему я поехала Вот я вам рассказала Да, почему Ну, а что оказалось Что оказалось верным из этого Пожалуй, наверное, единственное Это вот Дешевизна Да и то, скажем так Дешевизна Только в проживании Вот в этом 1700 рублей В сутки Вот это оказалось Да, ну, все-таки дешево Да Но, опять же Вы видели Какие там условия Как говорится Были бы у меня деньги Да я бы и не раздумывая Конечно Знала Что мне выбрать Поэтому мне тут рассказывать А что вы не поехали В Карлову Вару А что вы во Францию Не поехали, да На самые лучшие СПА-курорты А что вы В Ибицу не поехали, да Вот как-то так Вот мне интересно Иногда слушать Ну, вот потому и не поехала Да, потому что у меня Три копейки в кармане Ну, ладно Объясняю Для тех, кто до сих пор Не понял Так вот Из всех этих трех резонов Пожалуй, ни один Не оправдался В полной мере Потому что, вот как я говорю Хоть и было дешевое проживание Но Оказалось, что я заплатила В три дорога за перелет Оказалось, что лететь до Одессы Из Лондона Это надо Либо с двумя Либо с тремя пересадками Вот с одной пересадкой Сразу цена возрастала На самолет И очень неудобные Ночные все рейсы И по нескольку часов Ждать в аэропортах Вот эти транзиты Это так трудно То есть я летела Практически сутки Вы видели Единственное, что меня, конечно Порадовало Когда я увидела Что у меня Вот самолет летит через Прагу И в Праге у меня 24 часа 24 часа Между самолетами Ну, то есть сутки Я подумала О, ну это я беру, конечно Потому что я тогда смогу Побегать по Праге И посмотреть И осуществить Свою мечту Посмотреть эти знаменитые часы Карлов мост И вообще красавицу Прагу Ну, все равно Оказалось, что Этого недостаточно Наверное Вот этого плюса На все те минусы Которые я получила Я страшно устала Я не спала две ночи По перелетам Я имею ввиду В самолете Спать невозможно Потому что там Напихано столько Пассажирских мест Сейчас в самолете Что коленками Я не знаю Как там мужчины Умещаются большие Потому что я Со своим ростом Метр шестьдесят пять У меня коленки Не помещаются Я сидела Уткнувшись коленками Впереди стоящее кресло Никуда не развернуться Не повернуться Но это тихий ужас Кто летал Нынешними самолетами Тот знает Здесь самолеты Ничуть не лучше Скажу вам А тем более Что я летела в Одессу Да Так вот И потом еще и дорого Сколько я заплатила За перелет Я заплатила Четыреста фунтов Билет туда и обратно За перелет Это очень дорого Поверьте мне Потому что Ну вот Я уже говорила вам Что можно Лондон-Париж Лондон-Прага Долететь за двадцать фунтов Ну Это большая разница А вот из-за того Что Одесса Украина Закрыла свои границы В Россию Я полететь Не смогла Несмотря на то Что от Одессы До Ростова Там рукой подать Я не смогла попасть И вот этот второй Мой резон Что когда я стала Смотреть обратный билет Я так подумала Что я обратный билет Возьму из Одессы До Ростова А потом из Ростова До Лондона И ладно бы Я и в Ростове побываю Да Оказалось Что ничего подобного Из Одессы До Ростова Самолеты не летают Мне там начали Рассказывать Что А ты давай Через Кишинев А ты давай Через Кригу А ты туда-сюда Да конечно Да Но это же Во-первых Еще дорого Опять Это опять долго Это опять накладно И зачем Это вот так Через Ширшу В Маймаксе Как у нас Как у нас говорили Когда я жила В Архангельске Ходить Такими зигзагами Ездить В общем У меня не получилось Попасть В Ростов Мне пришлось Лететь обратно В Лондон Это было более выгодно А уже потом Из Лондона Опять лететь В Ростов Представляете Ну и третье То что Поправить свое здоровье Да Нога у меня Перестала болеть Вот у меня спрашивают Помогли ли вам грязи Да Нога перестала болеть Спина перестала болеть Но спина у меня Так скажем Сильно-то и не болела У меня в основном Был вот этот мой Голеностоп Ахиллесово Сухожилие Когда я работала Кто знает По моим видео Я работала горничной Я там набегалась На третий этаж С тяжелющим бельем Ну и наверное Еще опять же Мой излишний вес Вот эта нагрузка На голеностоп И я подхрамывала Даже иногда Утром встаю И не могу на ногу Наступить Так вот После грязи Вот это прошло Это точно Друзья Я даже иной раз Забываю Какая нога у меня болела То есть Она вообще не болит Так что Вот эти Из всех тех вопросов Я думаю Я вам ответила Почему я выбрала Украину И Те кто смотрел Мои видео Поняли и видели Как Как все это там Хорошо Замечательно Или не замечательно Смотрите Судить вам Я как Тоже много раз Обращала ваше внимание Что я человек Непритязательный Я человек Савдеповских Времен И когда я Вывозила с севера Свою дочку Старалась каждый год Вывезти ее на солнышко Мы каждый год Ездили на море В Ялту даже Вот И мы там жили Иногда в сараях Вот в частном секторе И мне это было Как-то не в тягость И не страшно Я к пятизвездочным Отелям не привыкла Как говорится Всю жизнь Жила Черт знает где А не стоит И привыкать К хорошему Села Села в ближайшем кафе На берегу Со своим капучино Как обычно Ой вы знаете Друзья Вот до сих пор Не могу взять в толк Полезно кофе Или вредно кофе Я сейчас взялась Худеть Активно Вот Читаю И смотрю Передачи О здоровом образе жизни О здоровом питании Еда живая и мертвая Вот Очень много всего И вы знаете Одна информация Противоречит другой Вот кстати Говорят некоторые Что кофе Очень вредно Что это вообще Там бог знает Что творится в организме Особенно для кипертоников И тут же рядом Говорят что кофе Стимулирует мозг Оно вообще Вот от Альцгеймера Даже спасает И это золотые Это пища богов Вот эти золотые 64 зерна Кофейных Из которых Когда-то там Не помню Какой-то писатель Значит Вот сварил себе кофе И он шедевр сотворил То есть Вот Как верить Этому всему Я не знаю Но я кофе пью Я пью его Не утром А вот так Вот иногда В обед Не могу Я От него Отказаться Мне очень нравится Очень хочу С вами Общаться Очень много У меня информации Для вас Друзья Но вы представляете Такой голос у меня Какое классное Здесь посмотрите Стул Просто прелесть Вот написано Не садитесь Больше 250 килограмм Сразу Но я Слава богу Не столько вешу Да Но наверное Если я дальше буду Жрать Как подстреленное Вот так вот Как ненормальное То Скоро только Вот такие стульчики Придется Использовать Да Вот там вот Посмотрите Сидят девушки Молоденькие Кушают мороженое Посмотрите Какие они Полненькие Вот им наверное Скоро это кресло Будет в пору И вот здесь Посмотрите Да Это вот Такие Англичанки Стали толстые Как вы знаете Что В Штатах Уже История Ожирения Вот еще Посмотрите Красавица В Красной Майке Идет Да История Ожирения Уже Достигла Просто Катастрофических Масштабов В Штатах Это наверное 90% Населения Из-за фастфудов Имеет Такие пышные Формы И вот это Пришлось сюда И в Англию Тоже Хотя раньше Такого Никогда Не было И наверное В моих Вот каких-то Видео Многие Замечали Сколько много Толстых Здесь людей Ну вот А у меня Конечно Это не является Стимулом Видеть Столько Толстых Вот оно Как-то Меня не стимулирует Самой Похудеть Мне Единственное Главное Чтобы я Почувствовала Что это уже Даже не знаю Как сказать Ну короче Я уже Почувствовала Что это уже Принимает Какие-то Катастрофические В общем-то Размеры Масштабы И нужно Срочно Что-то с этим Делать Зашла в магазин Который у нас Возле музея Динозавров Посмотрите Какие классные Здесь Рюкзачки Для детей Ой Просто прелесть Посмотрите Такой вот Рюкзачок Ну 20 фунтов Он стоит Но прелесть Свой вообще Бесподобный Просто хоть себе Покупай Вот зеленые Коричневые Здесь такие Динозаврики А вот еще Даже голубенький Ну это Такой специализированный Магазин Рядом с музеем Динозавров Здесь вот еще Такие Майки Вот эти Топы С динозаврами Красивые Вот Но Ох Какая толстовка Классная Но это такая Знаете Это осенний вариант Вот она такая Тепленькая 25 фунтов И вот такие Поменьше Размеры Всякие Разные Футболочки Мне нравится Мне нравится Ну вот 12-13 Фунтов Они стоят Знаете Я теперь уже После пражских цен Я теперь уже Как-то даже Не могу сказать Дорого это Или дешево Потому что Я всегда считала Что дорого Теперь Как понимаю Что По сравнению С остальной Европой Вроде и ничего Сюда бы Конечно В этот музей С моими внуками Попасть С Андрюшкой И с Дивом Им бы тут Было раздолье И очень Интересно Да Но К сожалению Вот Приехать им сюда Ко мне Не представляется Возможным То одно мешает То другое Получается Что такая вот История Она Неосуществима Оказалась Так Что еще Я вам тут Могу показать Я не помню Показывала ли я вам Вообще Этот магазин Мне вот Очень нравятся Вот эти вот Натуральные камни Здесь Очень красивые Камни Ну вот этот Вообще Конечно Фантастический Огромный Огромный Видите какой он Огромный Но стоит он 875 фунтов Что-то не резко Камера показывает Вот эти изделия Из натуральных камней Камера Очень Показывается Возможно Свою Показывают Даже Возьми Возьми А теперь что-то по-разному говорят. Здесь вот эти, видите, все зелененькие такие, в камнях дорожки. И все играют. Видите, это мини-гольф называется. Очень популярно. Вот сплошь и взрослые, и дети здесь увлечены игрой в мини-гольф. Я не знаю, чему тут нравится им этот мини-гольф такой. Ну, наверное, потому что можно играть всей семьей, в том числе и с детьми, и далеко бегать не надо. Там как в большом гольфе. Там же даже на машинах приходится ездить такие расстояния. Здесь все рядом. Кстати, вот посмотрите, я нашла. Это такой гольф. Гольф-мячик. Такой красненький, красивенький. Взяла себе как сувенир на память. Я помню, когда я гуляла, вот когда муж был жив, я после обеда нашего вечернего всегда гуляла по два, по три часа. И я всегда гуляла там у нас леди сволк, прогулочная такая. Тропинка очень хорошая. И там рядом, за заборчиком, параллельно, вот был гольф-клуб. И вы знаете, я каждый вечер, когда я гуляла, я обязательно находила один или два беленьких вот таких вот шарика с гольфа. Очень красивеньких. На них на всех были разные маркировки. Я их брала себе на память. И потом у меня даже было такое, знаете, интересное, как хобби. Я вечером иду гулять и думаю, вот если сегодня найду шарик, значит, будет удачный день. И я шла просто даже потом выискивала. И обязательно находила. Иногда один, иногда два шарика. Всегда находила, каждый день. И у меня их насобиралось вот такое целое маленькое ведерко этих шариков. Наверное, штук 25. И помню, когда ко мне приехал мой зять, он увидел, что они все с разной маркировкой. Такие интересные эти гольф-шарики. Он попросил отвезти внукам. И я с удовольствием, конечно, ему все их отдала. Вот. А сейчас, наверное, видите, вот. Ну, этот красненький, он почему-то без маркировки. Он, наверное, просто как игрушечный для вот этой мини-гольф-игры. Ну, вот поэтому. Вот он у меня теперь новый один в коллекцию, первый. Посмотрите, какие собаки опять огроменные. Боже мой. Боже мой. У нас прям день игры в гольф. Посмотрите, и здесь тоже играют. Хотя это гольф-клуб. Вот. Много раз вам его показывала. Но вот то, что играют конкретно, я вижу первый раз. Интересно. Сегодня такой день для игры в гольф. Ветер не мешает этим шарикам, наверное. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...